Всем привет! Сегодня у нас очередная посылочка. Очередной видео обзор. Слесарный набор для нарезки резьбы. Набор мечиков. 5 метрических мечиков. От троечки до восьмерки. 3, 4, 5, 6 и 8. Мечики на вид очень даже неплохие. Я бы сказал, как настоящее. И вот такой вороточек. Здесь у нас патрончик. Два кулачка для зажима мечика. Переключатель лево-право. Вот такой вороточек. Имеется фиксация. Механизм немножко необычный. Сейчас я покажу, чем он необычный. Значит, вращаем. Никакой фиксации. Раз, щелчок. Зафиксировала. Два, три, четыре. Дальше снова. Свободно. И снова трещоточка. Раз, два, три, четыре. Я сначала думал, что это дефект. Разобрал, посмотрел. Нет, оказывается, все так задумано. Ну, непонятно для чего. Лучше бы трещало по всей окружности, как в отвертке. Сейчас давайте чего-нибудь попробуем нарезать. Обычно, когда я нарезаю резьбу обычным воротком, вставляешь мечик в отверстие, делаешь полоборота. Затем, пока руку переставил, чтобы сделать еще полоборота, получается какой-то небольшой перекос. И у мечика выкрашиваются зубчики. Ну, примерно как-то так. Переломал кучу мечиков. Как-то надо будет взять и позатачивать. Думаю, с этим механизмом такого не будет. Выставил. Чик. Ну, непонятно, для чего это сделано. Вот эта вот неправильная трещотка. Значит, вот у меня есть кусок стали. Просверлил пару отверстий. Под восьмерочку диаметр 6,8. И под пятерочку 4,3. Сейчас я это зажму в тесучки и быстренько попытаюсь нарезать резьбу. Заказал этот наборчик в магазине Ben Good. А зажиманта. Теперь зажмем мечик. Вот так. Немножко смазочки. Масленочка классная. И вперед. И РС. Ага, не тут и было. И РС. Может быть так. Поехали назад. Как-то не очень она. Не так, как хотелось бы. Так, где у нас пятерочка? Вот это она. А зажиманта. Немножко смазочки. И вперед. Как-то так. Мечики живые. К мечикам претензий нет. Не знаю, что за сталь. Может троечка. Но резьбу нарезают. Предвижу критику насчет китайских инструментов. Все, что я брал в Китае, все у меня работает. Еще ничего не сломает. Вот этими сверлами сверлами сверлил и мягкую сталь, и латунь, и алюминий работают нормально. А мы сейчас еще раз разберем, посмотрим устройство. Зубы все на месте. Так, теперь вот это разберем. Здесь пупырышек. Ага. Нужно открутить вот этот патрончик. Здесь два кулачка и пружиночка. Теперь нужно утопить эту кнопочку. И снять вот этот вот кожух. О! И пружинка выстрелила в меня. Теперь не найду. Вот здесь был пупырышек, и там пружинка. Значит, вот что мы видим. Вот это сталь. Алюминиевая только кнопочка. Вот это вот. Весь механизм стальной. Так, как она работает? Приподнимается один фиксатор. И вот раз, два, три, четыре пазика. Немножко ближе. РС-2-3-4. Не знаю, зачем так сделали. Ну, как-то так. Полностью разбирать не буду. А то потом не соберу. Уже одна пружинка куда-то убежала. А ее надо бы найти. РС-2-3. РС-2-3-4. РС-2-3-4. И трис. Фиксатор в моем бардаке не найти. Хотя пружинку я нашел. Даже две. Была одна, а я нашел две штуки. Но ничего, завтра выточу. Как-то так. Всем, кто на канале, спасибо. Ставьте свои пальцы. Ссылочка в описании. И всем пока.